Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия. Я Александр Манек, Георгиевский Крест. Поехали! Итак, друзья, всем привет! С вами снова Лавка Удовольствия. Я Александр Манек. Сегодня у нас на обзоре такая награда, как Георгиевский Крест. О нем можно очень много рассказывать, можно очень много показывать. Здесь представлены далеко не все разновидности, которые существуют. Данный крест и его идея учреждения была высказана в подданной 6 января 1807 года на имя Александра I в записке, автор неизвестен, где предлагалось учредить 5 класс или особое отделение военного ордена святого Георгия для солдат и прочих нижних воинских чинов, который может состоять, например, в серебряном кресте на Георгиевской ленте, где-то в петличку. Знак отличия военного ордена был учрежден в феврале 1807 года манифестом императора Александра I, как награда для нижних воинских чинов за неустрашимую храбрость. Можно очень много спорить, рассказывать об истории его создания, возникновения, вариации, но, друзья, 19 марта 1856 года императорским указом введены 4 степени знака. Они носились на Георгиевской ленте на груди, изготавливались из золота 1 и 2 степень и из серебра 3 и 4 степень. Внешне новые кресты отличались тем, что на реверсе теперь размещалось слова 4 степ, 3 степ и так далее. Нумерация знаков начиналась заново для каждой степени. Награждения совершались последовательно от младшей степени к старшей, однако случались и исключения. Так, 30 сентября 1877 года Попович Липовац за мужество в бою был удостоен знака 4 степени, а уже 23 октября за очередной подвиг сразу 1 степенью. При наличии всех 4 степеней знака на мундире носились 1 и 3, при наличии 2, 3 и 4 степени надевались 2 и 3, при наличии 3 и 4 надевалась только 3. Видите, какая ротация, какие правила ношения данной награды. За всю 57-летнюю историю 4 степенного знака отличия военного ордена, его полными кавалерами, обладателями всех 4 степеней стали около 2000 человек. Обладателями 2, 3 и 4 было награждено около 7, и 3 и 4 около 25 тысяч, а уже отдельно 4 степенью были награждены более 200 тысяч кавалеров. Больше всего награждений данным орденом было за японскую войну 1904-1905 года 87 тысяч. За русско-турецкую получили примерно 46 тысяч, за кавказскую кампанию 25 и среднеазиатские походы 23 тысячи орденов. В 1856-1913 годах существовала также разновидность знака отличия военного ордена для награждения нижних чинов нехристианского вероисповедания. На ней уже изображение святого Георгия и его вензель было заменено двуглавым орлом. В 1913 году был утвержден новый статут знака отличия военного ордена, он стал официально называться Георгиевским крестом. И нумерация знаков с этого времени началась заново. Самое, при самое первое награждение Георгиевским крестом 4 степени состоялось 1 августа 1914 года, когда крест номер 5501 был вручен приказному 3-го Донского казачьего полка Казьме Крючкову за блестящую победу над 27-ю германскими кавалеристами в неравном бою 30 июля 1914 года. А уже впоследствии Крючков заслужил в боях также 3 остальные степени Георгиевского креста. Георгиевский крест за номером 1 был оставлен на усмотрение его императорского величества, вручен позже, в сентябре 1914, рядомовому 41-го пехотного селегинского полка Петру Черному Ковальчуку, который захватил в бою австрийское знамя. Существует история Георгиевского креста в советское время. Вопреки распространенному заблуждению, Георгиевский крест не был узаконен советским правительством или официально разрешен к ношению военнослужащими Красной Армии. После начала Великой Отечественной мобилизовали много людей старших возрастов, среди которых были участники Первой мировой, которые награждались этими крестами. Такие военнослужащие носили награды явочным порядком, в чем им никто не препятствовал и пользовались в армейской среде с законным уважением. Друзья, что же по цене на данную награду? Не буду засорять никому голову, потому что награды имеют кучу степеней. Мы с вами определили, награды имеют кучу материалов, из которых они изготовлены. Но по проходам на платформе Виолити, про которую я неоднократно вам рассказывал, если вы еще не подписаны на эту платформу, обязательно подпишитесь. Здесь я очень выгодно продаю свои предметы коллекционирования, а также пополняю свои коллекции. Поэтому не пропустите. И также по проходам можно запросто посмотреть, определить стоимость тех или иных вещей. Поэтому, друзья, на платформе данные кресты стартуют от 1000 гривен за плохое состояние, достигают нескольких тысяч долларов, в зависимости от того, из какого металла они изготовлены. Вот такая у нас сегодня была на обзоре интересная награда, предмет фалеристики, Георгиевский крест. Естественно, далеко не все вариации могу вам показать, потому что разновидностей, как я уже вам сказал, огромное количество. Лайкос под видео, подписывайтесь, если вы еще не подписаны на наш канал, а я, собственно, побежал снимать для вас еще более-более интересные видосы. Увидимся!